Я сегодня хочу вас ободрить, чтобы мы укреплялись Господом и силой Его могущества, чтобы мы не унывали, чтобы мы не ослабевали, чтобы мы не останавливались, потому что мы в прошлый раз говорили, что Бог, Он не медлит в своих обетованиях, Он не медлит, Он не ждет, мы ждем Его, все будет в свое время. И мы утвердились, я эту неделю полностью, знаете, как обновлялся в Его обетованиях, стоял в Его обетованиях, знаете, я теперь не унываю, я теперь бодренький, потому что, ну и что, что сто дней, ну и что, что будет немножко больше. Я в Боге, я утверждаюсь им, и это держит от всякого, знаете, ропота, уныния, потому что, когда Бог сказал Израилю обетование, они какое-то время, сколько-то шагов, они были бодренькие, а потом начали приостанавливаться и начали роптать. И то, что они роптали, это произвело, это умножилось, этот ропот умножился, и это было против них, и они остановились, и кости их пали в пустыне, не вошли в обетование. Поэтому мы должны держаться Божьих обетований. И я сегодня хочу сказать и ободрить тебя этим местом, Ефесянам 6 глава, 10-11 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Аминь. Это очень важно сегодня укрепляться Господом, потому что именно Бог наша крепость, Бог наша сила, и мы в Нем имеем эту способность укрепляться. Не искать свои силы, мы в Нем. То, что Павел говорил, не хочу хвалиться своими там этим. Я буду немощен, то есть слабостями. То есть то, в чем я слаб, я силен в Боге. Он моя сила. И Божьей благодати для нас достаточно преодолеть все. Преодолеть все и противостать всем козням дьявольским. Всем, абсолютно всем. Но для этого нам нужно утверждаться в Боге, укрепляться в Боге. Именно Господам, именно питаться Господом, утверждаться Господом, сила Его могущества. Но еще важно облечься во всеоружья Божьи. Облечься. И в другом переводе написано, наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог. И когда я думаю о всем том вооружении, которое Бог дал нам за все эти 12 лет, О, это много. Много у меня конспектов, много откровений, много записанных снов, где Бог что-то показывал. И когда я понимаю, что Бог предвидел, уже предвидел определенные события, не только в моей жизни, но и события тех, кто рядом со мной, тех, той страны, где я живу. Поэтому Бог задолго вооружал. Ведь пойми, если прямо на тебя сейчас бросить все-все-все вооружения, которые тебе нужны, ну ты просто упадешь и не поднимешься. Если все вооружения тебе бросить, откровения, которые тебе нужны, ты, знаешь, закипишь. Потому что это очень много. Но так как шаг за шагом Бог вооружал, Бог снаряжал, Бог одевал. Знаете, я вспоминаю каждый сезон церкви. Это был, с одной стороны, хороший сезон, с другой стороны, вроде трудный сезон. Но пройдя это все, я вижу этого блага. Потому что именно это сделало нас теми, кем мы сегодня есть. Именно это. Знаете, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Бог нас не убивает. Бог делает нас сильнее. Мы закаленные, мы снаряженные. И это то, что нам нужно надеть на себя. Надеть, взять на себя. Знаете, для чего? Для того, чтобы вы могли отразить атаки дьявола. То есть, не одев на себя определенное откровение или определенное пророчество, определенное слово, да, ты можешь не отразить. Ты можешь быть уязвимым. Знаете, когда я вижу пожарных, которые одевают свое всеоружие против огня, да, что они делают? Отражают огонь. Они отражают огонь. Они входят в огонь. У них здесь все есть. У них есть ткань, которая специально отражает огонь. У них есть кислород, который дает им возможность ходить полностью в задымленном помещении, где просто обычный человек носом вдохнет и умрет от интоксикации дымом. Ты понимаешь, это всеоружие, это то, в чем мы должны быть одеты. Именно всеоружие, именно то, что Бог дает, оно дает нам способность. Знаете, и когда я представляю этого пожарного в скафандре, я не думаю о том, что он сейчас ходит и молится против огня. Он просто одел, и он уже есть отражение огня. Он огнеупорный. Ты понимаешь? Тот, кто сомневается, знаете, что он будет делать? Он не будет думать, как бы спасти там людей, как бы пожар потушить. Он будет думать, хоть бы не сгореть, хоть бы не сгореть, хоть бы не сгореть. Все его мысли, все его желания сердца, это были бы, как бы не погибнуть. Но он пожарный, который понимает, что здесь поработали профессионалы. Я могу спокойно зайти в этот дым, я могу спокойно спасти человека, вынести его. Ты понимаешь? Мы служители Нового Завета, мы спасаем людей. Мы живем на этой земле с призванием. Но часто мы зацикливаемся на себе. Хоть бы не умереть, хоть бы не умереть, хоть бы сатана меня не трогнул, хоть бы дьявол меня не трогнул, хоть бы какой-то бес ко мне не прицепился, хоть бы то, хоть бы то. И мы часто сосредотачиваемся на том, на чем мы вообще не должны сосредотачиваться. Когда мы сосредоточимся на том, что Бог нам дал и что мы должны сделать Мы тогда автоматически противостоим дьяволу тем, что мы одеты во всеоружье Точно так же, как корабль одет металлом, который, кстати, тонет, если кто не знал физику Но так как эта поверхность отражает и противостоит, вода внутрь не проходит Все, и он не напрягается То есть есть момент в нашей жизни, когда мы сомневаемся Но есть момент, когда мы переходим из стадии сомнения в стадии доверия И в этом и есть вера Когда мы читаем, что мы одели на себя всеоружие, которое нам дал Бог То есть Бог знает, что нам надо Бог знает, почему Он дал тебе это откровение Бог знает, почему ты, читая Библию, увидел какое-то место Оно зажглось в твоем сердце И ты, вау, как классно Это не просто классно тебя, ну, пощекотать Классно Это что-то, что важно тебе сейчас Оденься в Него Ходи в Нем Питайся им Это жизнь для тебя Смотрите Ефесянам 4 глава 23-24 стих Обновите ваш образ мыслей Оденьтесь в новую природу Обнови мысли Обнови разум Потом оденься Не сомневайся Принимай, одевайся Созданную по образу Бога В истинную праведность и святость Природа Бога И то, что мы Одеваемся В природу Бога Дает нам способность Отражать Смотрите, в Ветхом Завете интересно говорится Исаида 43 глава 2 стих И мы часто стоим на этом обетовании Мы провозглашаем иногда молитву Когда ты станешь переправляться через воды Я буду с тобой Когда ты будешь переправляться через реки Они тебя не потопят Когда ты пройдешь сквозь огонь Не обожжешься Пламя тебя не опалит Знаем мы эти обетования Стоим мы на этих обетованиях Так это еще Ветхий Завет Смотрите дорогие Ключевое место Я буду с тобой Да То есть если мы уберем вот это место Я буду с тобой И будем просто провозглашать Я пойду Знаете, как сами от себя Я пойду сквозь огонь Обгоришь Я пойду через реки Утонешь Почему? Потому что вытянул из контекста Ключевое обетование Когда Бог говорит Я буду с тобой Это самое важное Не важно, что дальше перечисляется Потому что этот список Знаете, можно дальше перечислять И все, все, все Знаете, Иисусу важно было Услышать от Отца Слово Я буду с тобой Ты переправишься на ту сторону Иисус услышал Слово от Отца Лег, заснул И атака врага Не утопила его Иисус спал Буря была, как атака дьявольская Да Но так как Иисус облегся Оделся в Слово Отца Ты понимаешь? Знаете, интересно В Ветхом Завете Часто вот это Я буду с тобой И был Бог с Иосифом Аллилуйя Классно Везет Иосифу Исайя везет Бог был с ним Сегодня мы живем В такое время Когда Бог не просто с тобой А когда Бог в тебе И на тебе Ты понимаешь? Это обетование Божье И вселюсь в вас И буду вашим Богом И вы будете моим народом И Дух Святой в нас Попросите у Отца И даст вам Духа Святого Дух Святой в нас Мы в Духе Святом Иисус в нас Мы в Иисусе Отец в нас Мы в Отце Это полнота Божья Полнота обетования Потому нам Живущим в Новом Завете Намного круче Намного лучше Чем Исаи В Ветхом Завете Который получил Откровение Я буду с тобой Пойди через огонь Не опалит Пойди через воду Не утопит тебя Ты понимаешь? Вот это обетование Божье Я буду в вас Вот это обетование Божье Облечься В природу Бога Потому что Бог сотворил огонь Поэтому Бог Может сквозь огонь Пройти И огонь не опалит Скажет ли что-то Творение против Творца? Ничего Скажет ли Суббота Что-то против Иисуса? Господина Субботы Ничего Поэтому Иисус Облегся Понимаете? То есть Мы Должны Облечься В обетование Божье Слово Божье Знаете? Интересная история С апостолом Павлом Произошла Когда Он плыл На корабле И стихия Была против Него Ты понимаешь? Насколько это было Против Хотя Он советовал Не надо Но никто Его не послушал Интересно События Развивались Я несколько стихов Прочитаю Чтобы вы Увидели В этой истории Как Бог Который Облег С собой Павла Сохранил Не только Павла Но и Тех Кто был С Павлом Это как Вот в Ветхом Завете Человеку Чтобы спастись Нужно было Чтобы Бог Был с ним Сейчас Павел Он был В Боге Бог был В нем Поэтому Бог его Спас бы Однозначно Но кроме этого Спаслись еще Те Которые были С Павлом Ты понимаешь? Смотри Как интересная история С кораблекрушением Это Деяние 27 глава 20 стиха Зачитание Которые Отрывки Несколько дней Не было видно Ни солнца Ни звезд А шторм Все бушевал Мы уже потеряли Всякую надежду На спасение Понимаете? Настолько сильный Шторм Не видели Несколько дней Ни солнца Ни звезд Ничего Все Всякая надежда На спасение Рухнула Все Это конкретно Все Смерть Смотрите Люди Долго Ничего Не ели Тогда Павел Встал Среди Них И Сказал Вам Следовало Послушаться Моего Совета И не Отплывать От Крита Тогда У вас Не было бы Этих Бед И Потерь Но Сейчас Ободритесь Никто Из вас Не погибнет Только Корабль Разобьется Понимаешь Насколько Интересно Павел Среди Этого Всего Хаоса И смерти Увидел Божье Увидел То что Бог Для него Предназначил Никто Не видел Потому что Они были Не способны Одеться Во все Ружья Божьи Они были Не способны Принять Откровение Божье Ведение Божье Они просто Были Под Стихии Этого Мира Под Вещественными Началами Этого Мира И знаете Когда написано Доколе Вы были В детстве Вы были Под влиянием Вещественных Начал Этого Мира Но Ныне Понимаете Когда мы уже Зрелые Мы можем Услышать Бога И то что Мы сегодня Говорим Бог Снаряжал Нас Как церковь Снаряжал Каждого Индивидуально Чтобы Каждый Мог Лично Получать От Бога Откровение Бог Привел Тебя Сюда Слава Богу Какое-то Время Может Всегда Может Какое-то Время Ты здесь Побудешь И Бог Тебя Чему-то Снарядит И дальше Ты будешь Видеть Что тебе Делать И как Тебе Служить Потому что Бог Лично Тебе Говорит Мы Не Привязываем Себя Мы Здесь Как Служителя Служим Говорим Божье Слово Ты Питайся Тебя Бог Обучает Снаряжает Дальше Бог Ведет Тебя И ты Знаешь Что Делать Даже Если Тебя Бог Где-то Закинет На Какой-то Необитаемый Остров Ты Как Спецназовец Духовный Ты Знаешь Как Молиться Ты Знаешь Как Поститься Ты Знаешь Как Побеждать Ты Знаешь Как Противостоять Дел Ты Знаешь Как Откровения Получать И ты Знаешь Как Как Это Провозглашать В любой Ситуации В любой Страни Знаете И И Это Очень Важно Потому что Павел Он попал В эту Ситуацию Где Ни солнца Ни звезд Ни Ориентации Куда Плыть Как Плыть Что делать Никто Уже Не имел Никакой Надежды Они Просто Погибали Все Они умирали Но Павел Знал Павел Знал Потому что Не привязан Был К физической Земной Реальности Понимаешь Очень важно Быть снаряженным Очень важно Очень важно Не игнорировать Молитвы Посты Откровения Служения Потому что Ты не знаешь В какой ситуации В какой буре Ты завтра Окажешься Павел Оказался И он Имел Возможность Сказать Людям Когда Он Смотрите Когда Все Хорошо Павел Говорил То же Самое Но Его Никто Не Слушал Знаете Почему Да Кому Твой Фонарик Нужен Днем Но Мне Мне Явился Ангел Бог Знаете Сквозь Всю Эту Бурю И Тьму Ангелы Нормально Ходят Ангел Не ждал На берегу Сейчас Утихнет Господь Сейчас Утихнет Я приду Подскажу Ему Ему Все Равно Какая На земле Буря Ангелы Восходят И Нисходят В любое Время В любой Сезон Дня Ночи Бури Землетрясения Войны Бомбежек Божьи Ангелы Не подвластны Физическим Законам Пришел Ангел Ночью И сказал Бог Которому Я принадлежу Которому Я служу Он Послал Меня И он Сказал Мне Павел Не бойся Ты должен Предстать Перед Кесарем И Бог По своей Милости Даровал Жизнь Всем Кто Плывет С тобой Так что Не бойтесь Я Доверяю Богу И верю Что все Будет Так Как мне Сказано И корабль Будет Выброшен На какой Нибудь Остром И это Обетование Это Обетование Которое Бог сказал Через Апостола Павла Всем Кто Служил 200 Чем-то Человек Все Услышали Знаете И Некоторые Услышали И поверили А Некоторые Очень Такие Способные Знающие Что делать Не поверили Это Были Моряки Бывалые Опытные Которые Увидели Землю Где-то Там Вдалеке Какой-то Островок Они думают Мы сейчас Спасемся И что они делают Они берут Эти Шлюпки Спасательные И они Давай их Опускать На воду Ты понимаешь Слово От Бога Прозвучало Все Все вы Спасетесь Какая Еще Работа Что вы Делаете Они Не поверили Слову Они Поверили Своему Опыту Своей Силе И они Начали Спускать И Убегать С корабля 29 стих Я это читаю Матросы Боялись Что Нас Ударит О камни И спустили С кормы Четыре Якоря Молясь О том Чтобы Скорее Наступил День Они Попытались Бежать С корабля И стали Спускать Спасательную Лодку Делая Вид Что хотят Опустить С носа Корабля Якорь Павел Сказал Сотнику И солдатам Если Эти люди Не останутся На корабле То Вам Не Спастись Вы Представляете Как все Зависит Матросы Сбежали Бо Они Может быть Спаслись Хотя Не факт Об камни Может быть И их Разбило Но И эти Бы Не Спаслись Ты Понимаешь От Одного Слова От Одного Откровения Зависела Судьба И Жизнь Всех Кто На корабле Всех Абсолютно Всех Тогда Солдаты Перерубили Канаты Державшие Лодку И она Упала В море И в последнем Стихе Написано 44 Таким Образом Все Благополучно Выбрались На берег То есть В итоге В итоге Все спаслись Почему Потому что Павел Был во всеоружии Он был в Откровении Божьем Он был Одет В природу Бога Поэтому Вода На него Не действовала Откровениями Он Сказал Что делать Что делать Или что не делать Тем не следовало бы Убегать А этим следует Сейчас их задержать Ты понимаешь Это очень важный момент Для нашей жизни Жить в природе Бога Находиться В обетованиях Бога Находиться В слове Божьем Потому что Именно это Для нас Есть безопасность И так как Мы будем В безопасности Божьей Те которые С нами Они тоже Будут В безопасности Они тоже Будут В этой же Лодке В этом же Откровении На этой же Платформе Где мы В безопасности Платформе